Папапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапап Мы с вами решили, что пойдем помогать Диэкстрия в убийстве императора, так сказать, узурпатора и прочего пса, как хотите его называйте, чтобы быстренько разобраться с тем, что он, короче, гоняет нелюди и прочую, короче, местную, короче, живность, так сказать, и, в принципе, освободить это все от такого неподобающего обращения с ними. Вот, собственно, и все. Как-то так оно должно было быть. Так, подождите, а у меня телекинетический удар, он куда-нибудь выстроен, просто у меня ловушка, мне последний так нравится, она для больших монстров, она их так нормально замедляет прям. Это что? Это Игни, это Игни, это Квен, это Игни, плюс 10, плюс 10. Так, давайте-ка вот сюда все так поменяем. Так, опять Игни. Нихера оно так много Игни, опять Квен, опять Квен. Так. А-а-а, вон оно для чего. А у меня Квена 2, да? То есть вот это вот особо-то неважная хрень, когда он разбрасывает врагов в нокаут. Оно... Я этим-то особо и не пользуюсь. На 10 секунд увеличивает до знака на 10 секунд. А-а-а, это еще несколько ловушек расставляет. Оно оно что? Ну как бы не так прикольненько, вот это, наверное, даже можно убрать у нас нахер отсюда. Хотя, ладно, не будем пока с этим мудрить, ничего чудить, мы с вами качаем 34 уровень, потом разберемся, поехали. Нам с вами надо в порт, куда-то там в доки, в склады, или как я там правильно сказал. Сейчас убьем, короче, Родовида, и все будет нормально. Поехали. Так, и в пятка? Да, конечно, невозможно. И в пятка, и в пятка я сказал! Дедушку лечи, раз он тебя заболел. Паренек, ты что вообще? Нормально я выгляжу, что тут на меня? Одна у дедушка зубулел, другой говорит, я выгляжу, неважно. А-а-а, может они перепутали меня с его дедушкой? Хотя Геральд уже все подряд с дедушкой путают, что бы нет-то. Так, нам надо выше, да? Никуда. Вот, в принципе, склады. А, вот оно. Открывай, я пришел! А что там творится-то? Заходи. Эх, вам идет наверху. Подожди. Там какой-то разборки происходят, сейчас разберемся. В чем дело? Сука! Еще один нелюдь. Ой, ты сейчас получишь в тапки нахер. Решим вопрос по-быстрому. У нас тут такой небольшой заказ для ведьмака. Возьмешься? Какой? Небольшой может и не окупится. Окупится, об этом не беспокойся. Только разберись с этим быстро, а то я уже порядком времени потерял на этих двоих. У них общий склад, в котором завелось чудовище. Само завелось. Это ты его туда запустил? Чтобы оно мне башку оторвало, а ты бы наложил лапу на мои товары. Не вали с больной головы на здоровую, кордюпель. Мне все равно, кто кому гуля или другую какую стрыгу подложил. Надо от этого избавиться и все. А так как, ведьмак? Дерешься? Ну, конечно, а чего бы нет-то, давай. Я этим займусь. А я не согласен. Нелюдь будет нелюдя покрывать. Сейчас они мне еще оба тут станут доказывать, что это не гуль, а моя собственная бабка покойница. А может, она и есть. Я так этой страхолюдине не приглядывался. Действительно, можно бабка. А чего бы нет? А как ведьмак чудовище убьет, так я у вас еще ревизию на складе проведу. А вот это необязательно. Действительно. Ой, подожди, проклятый склад. Убить чудо. А, это с другой стороны, это уже дома. Ну, замечательно. А, нет, подожди-ка. Тут один склад тайный, короче, где заговор готовится. А с другой стороны, склад, где чудовищный. Ты дурак вообще. А с другой стороны, где бабка какая-то обитает, правильно? Закрыт. А какой же вот этот? Какой, мать, той чудовище, как тут зайти-то? А, вот оно. Сюда, что ли, нет? Да подождите с своим Геральтом, сейчас я приду. У меня тут заказ. Срочный, срочный заказ, пацаны, попозже. Залазь туда. Нет? Короче, они меня до сих пор ждут, а я до сих пор не могу туда попасть. Ладно. А все, просрали. Как-то сюда зашли и уже просрали все. Подождите, пацаны. Выпустите! Прикинь, не хотят выпускать. Ладно, оставим это до лучших времен. Если что, потом вспомним. Да какой проклятый склад? Мне нужен проклятый склад, мне нужно... Куда попало-то? Во. Где она тут? Ну, здорово. Рассказывайте. Наконец-то. Теперь мы все здесь. Все, да, помню вас. Забились тут, как не знаю кто. Зачем ты нас собрал? Родовит сидит на корабле. Туда ходу нет. Я уже говорил. Стой. Я знаю, как вытащить его на сушу. Но всему свое время. Для начала я должен покаяться. Я рассказал о нашем плане Филиппе Эйхард. Меокульба. Ты ничего не рассказывал? Именно так. Ты же ничего не рассказал. Все не так плохо. Ты сказал, что просто провалили счетов. Я думаю, что госпожа чародейка предупредит ублюдка. Более того, она всей душой желает поспособствовать его смерти. Я, разумеется, никогда не приму ее помощи. Но фильм... Она вдохновила меня. Можно сказать, послужила мне музой. Вдохновила на что? Да, я что-то тоже не вкуриваю. Ничего, только расскажи. До сути дела мы еще доберемся. Герой, если я правильно помню, Родовид нанял тебя найти Филиппу. Именно так. Да. Да. Я нашел только ее убежище. А что ты предлагаешь? Мы могли бы использовать Филиппу, не вовлекая ее в наши дела. Если ты нам поможешь. Что-то ничего не вкуриваю, поподробнее давай. Родовид ждет, что ты добудешь ему какие-то сведения. Достаточно упомянуть ее имя. Намекнуть, что ты напал на ее след. Ага. Он на это клюнет, как миленький. Заглотит и крючок, и леску, и поплавок, и половину удочки впреда. Глав жуб руки не хватанул, а то нахер его. И дальше-то что? Скажем, Родовид клюнет на наживку и поверит мне, хотя не факт. Что дальше? Ты скажешь, что нашел убежище Филиппы. Где-нибудь, где мы сможем строить засаду и взять его в ловушку. Предложение? Мост на храмовый остров. Застроен с обеих сторон. Масса закутков и ворот. Легко отрезать от остальной части города. Хорошая мысль. Я разделю своих людей. Половину на одну сторону, половину на другую. Воротом. А посередине биянка с хорошо смазанным арбалетом. Видишь, Геральт. И все. Мы просим только, чтобы ты пригласил Родовида на прогулку. Вытащил его на мост. Ну что скажешь? Да без проблем, если вы как бы мне поможете потом драться с дикой охотой с этой... Я делаю, когда все закончится, что потом. В городе начнутся беспорядки. Возможно, паника. Нам придется где-то отсидеться. Я уже думал об этом. Помнишь, театр Мадам Иран? Ну? Он сейчас стоит пустой. Мы с Тайлером будем ждать вас там. Будете нас ждать? Значит, свои шеи вы подставлять не собираетесь. Не в этом дело. Мы из Дейкстера и охуенно много всего умеем. Но мы не бойцы. Нормально. Из нас вояки такие же, как танцовщицы. Не волнуйся, Геральт. Люди у меня опытные, и они справятся. Главное, приведи им короля. Не, ну это без проблем. Это я за здрасте. Где сейчас его корабль? Прямо за углом, в Новиградском порту. И очень надеюсь, что ты к нему придешь, когда он будет в добром настроении. Ай-яй-яй, это Филиппа сидит. Не, по-моему, у нас без этого, без кольца, значит, тут не она. У нее должно быть кольцо какое-то. Короче, меня выпустили, я так понимаю, да? А вот этот склад мне запустят не хотят. Филиппа? Что ты здесь делаешь? Геральт. Не задавай вопросов, на которые и так знаешь ответ. Это выглядит нелепо. Разумеется, подслушиваю ваш разговор. С немалым интересом и удивлением. Может, скажешь, что тебя так удивляет? Ваша наивность. Вы правда думаете, что Родовид поведется на такую грубую ложь? Ну, он безумен же. Родовид безумен. Он уже не способен мыслить рационально, поэтому... Поэтому он запросто может отдать тебя под пытки, даже если ты приведешь меня в цепях. Просто так. Ни хера он борзый. Зачем ты мне все это говоришь? Ты так обо мне беспокоишься? Конечно, нет. Но я уверена, что сейчас абсолютно важно, чтобы Родовид умер. Так а что ты хочешь-то? Вы не хотите моей помощи? Это печально. Но я сделаю все, что смогу, чтобы вы не облажались. Молодец. Возьми. Че это? Кольцо. Рубиновая печатка с Риданским Орлом. Это кольцо Визимира. Отца Родовида. Отдай его. И может быть он поверит, что ты меня нашел. Возможно, он даже решит тебе довериться. Ааа, вот оно че. Это, кстати, классно, но подожди-ка. А в чем подвох? Нет никакого подвоха. Так не бывает. Типа. Я слишком хорошо тебя знаю. У тебя всегда есть запасной план. В этот раз его нет. И мне нужно только одно. Голова Родовида. В честь трофея тебе принести или че? Она тебе понадобится. Спасибо, Филиппок, спасибо. То есть вот так вот средь бела дня появился огонь, потом сова, и никто этому не придал абсолютно никакого значения. Что-то мне подсказывает, что это все вранье. Подожди-ка, а как же мне на склад-то попасть? Вот же вход, почему он заперт-то? Закрыто. Ты издеваешься? У меня же есть задание на... Эээ... Вот. Что тебе не нравится? С другой стороны заходить? Я, кстати, в прошлый раз не попробовал, потому что меня заперли в задании с Дикстерой и с тем, что надо вымыть императора. Не знаешь, где мы тут попугаем. А, вот, ну да, все правильно. Ну-ка, пацанова, разойдись. Папка идет убивать чудовище. Накер! Иди нахер, нахер! И все? Ха, замечательно. Прям красота. Все, пацаны, давайте денег. Подожди-ка. Ну, значит, они все-таки кого-то куда-то сюда затащили, чтобы кто-то как-то, короче, кого-то подставить, собрать, короче, клад со склада и все дела. Пацаны, я все. И что? Уделал ты чудище? Конечно, уделал. А в чем проблема-то вообще, да? Да. Я же говорю, быстрее всего ведьмака нанять. И что? Понял, откуда он там взялся? Я обещал убить чудище, а следствие ему не договаривались. Ну да. Но если бы мне больше не пришлось рыться в этом деле, я бы и от себя что-то добавил. Держи. Спасибо. А мы пойдем в участок, поговорим с капитаном. Уж он разберется, что все это значит. Пусть разбирается, на то он и капитан, собственно. Отлично. А, нет, 303 не то, это не то. Нам нужно с вами... Во. Поехали, так сказать, к Родовиду. Ну так пусть не бухает, может тогда протрезвеет. Ты что, мать? Там, ну, проверенный способ. Не пьешь, не пьянеешь, а значит трезвый. А пьешь, так и не протрезвеешь никогда. Выманить Родовида. То есть, мы сейчас отдаем ему кольцо, говорим, слышь, радушный парень. У меня есть кольцо от его бати, которое уперла вот эта женщина. Теперь я ее поймал, снял с нее кольцо. И теперь я, собственно, отвечаю, что она со мной, ты идешь со мной. И в итоге он, короче, идет со мной, а там уже засада. Там, короче, эта баба неадекватная с арбалетом будет его устрелять. Хотя, возможно, она своего этого конфетного человека, которого зовут Рошен. А слушается, как всегда, и начнет палить просто так, не дождавшись, так сказать, нужного момента. И это от нее можно ожидать, она такая. А че, че, че? В смысле, куда я иду-то? И я че, я все правильно иду, че ты мне карта показываешь куда-то? Додумалась еще, непонятный пунктир. Осталось, короче, намутить нам с вами еще один уровень, потому что у нас 33-й скоро стукнет. Берем 34-й и мутимся, короче, ведьмачьи доспехи уже с полной душой, просто с чистой совестью, так сказать, можно заканчивать сюжетную линию, потому что сами доспехи мы себе прокачали. Это значит, нас никто не убьет, мы не пробиваем, мы, ну, конечно, не медведь нас убьют, но знаками будем расхерачивать только так. А вдруг он не пойдет, серьезно, он скажет, что тебе с собой один пойдет? Я пойду с мужиками там совсем подряд. Здорово, пацаны. Да, друг, дуришь-то. Да. Чего тебе? Я поймал Филиппу. Опа. Мне нужно увидеть короля. Куда пропал кадр? У меня новое сведение о Филиппе Эйльхард. Сдавай оружие. Секунду. Раз, два, три. Это вал, что-то разбежалось. Ваше Величество, ведьмак с новостями о Филиппе Эйльхард. Надеюсь, в этот раз ты принес что-нибудь получше магических кристаллов. Да, само собой, я принес тебе голову, Иоанна. Может быть. А может быть, ты хочешь обмануть меня, как другие. Ну, нахер ты мне лысый нужен? На. Я профессионал, мне дорога моя репутация. Было бы глупо приходить к тебе с пустыми руками. Какой, смотри. Она говорит, злой парень на меня костято стоит. Все лысые, все под Родовидом стригутся. Филиппа запечатывала им свои приказы и рассылала их от имени короля. Именно так. Где она? Пошли со мной. Что, дурак, что ли? Я только выследил ее и украл кольцо, чтобы доказать, что нашел ее. Ты ее боишься? Нет. Ты хочешь убить ее сам, своими руками, и я об этом знаю. Ты пойдешь со мной. Губрехт, собирая людей. Сколько, Сир? Всех. Ах, как я угадал, прикинь. Это я плохо угадал, короче. Небольшие настройщики, я не виноват. Как я говорил, она в доме на мосту, ближе к тому концу. И что, это все его люди, что-то маловато. Нам не нужны гости. Никаких зрителей. И свидетелей. Демьян, Жук, Эгберт, Фрик, Каспер. Останетесь здесь. Будете прикрывать тыл. И убейте ведьмака. Ты что, попутали, что ли? Я не понял. Алло, товарищи, какого убить ведьмака? Во. Ты не знаешь, где именно прячется Филиппа. Без меня. Не бойся, мы как-нибудь справимся. Разумеется, с твоей помощью это было бы проще. Но ты меня злишь. Ты что, охерелся, люблю ты знаешь? Ты слишком часто мешал мне. А твоя грубость меня раздражает. Я убивал и за меньшее. За мной. Не, ну теперь само собой, его надо убить по-любому, потому что это вообще так не делается. Он мне должен был денег, а в итоге хочет меня убить. Так неправильно. Соси член. Давай его убьем. Во, отлично. Кто за кого-то? Отлично. На, тварь. На. На, тварь. На. Вот этого убей. Во, красота. Следующая пачка. Подходи. Прощай. Давай, давай, давай. О. Ах ты ж, сука, своим копьем тут еще. Убей его, Рошен, что стоишь-то? Алло, товарищ. Прощай. Та-ра-та-ра-та. Пу, сука. Да, наконец-то. Да, сука. Да, спасибо за помощь. Лан похерился. Значит, будем импровизировать. Геральт за мной. Надо достать Родовида, пока не прибыло подкрепление. Так, давай достанем, в чем проблем-то? Так, времени никакого нет, значит, все хорошо. Ааа, ласточку на всякий пожарный. Ну вы только не говорите, что сражаться хотите здесь? Твою ж мать! Хватит меня чикать-то, я только подлечился. На, тварь! Ну, твою, чуваки, где чё ты? Да. Идите нахер. Добивай его. Прощай. Давай, давай, давай. Все, ласточка маленько подхилила меня. Проваливаем! Во! На-ка! Э, а ты тоже, что ли, за них? Всех нахер повалю, убей его! Во! Тридцать третий, хорош! Ты откуда тут взялся-то? А, они так и будут, чтобы появляться, типа. Ну-ка, вали его! Эх, это со щитами, это плохо. Не-не-не, тихо-тихо, пацаны. Давай, 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 их добивай! Во! Нет, плохо, спокойно. На-ка, тварь! Ах, сука, промахнулся! Лада, попал. Красава, минус один. На-ка! Давай, давай, добеги ты, ядрить тебя налево! Стоит на месте, что-то тут лясы точит. На, падла! Бляха-муха, Геральт, ты можешь бежать, когда тебе надо быстро атаковать-то или нет? Ну-у, сейчас меня расхерачат здесь только так. Уйди! Ну, как он так быстро щит-то поднимает, черт? На! О, ты пришел тоже мне помочь. Вовремя! Ах, вы суки! Где мы непробиваемый доспех? Спокойно! Тихо! На-ка, твари! Повеселимся так, так повеселей будет, да? Как вам, охотники за колдуньями? Местная колдунья-то такая, а? Ох, нихера себе! Склады меня хлестнул! На, тварь! О, что-то его огонь-то вообще не берет прям. Оп, спокойненько! Ай-яй-яй! С двух сторон нечестно, пацанва, вы че? Ну-ка, на-ка! На! На! Во! Так, а все? Нет, тут еще есть. Отлично! Ты ж должна в этого стрелять! Ты че тут стоишь? Я тигрю, она нас подставит! Должна стрелять в Родовида, сама здесь бегает, с нами охотится. Все, пацан, прощай. Блин, нихера себе они хпшные все. О-о-о, лысый, ты попал! Откройте! Я приказываю открыть дверь! Привет! Надо было попросить. А ты тут откуда взялась? Сука, горела подвоха нет, смотри, тварь какая. Мы в расчете. Че, наверное, глаза выжгло. Да какая же сразу убить его хотели? Позже все обсудим. Родовид мертв. Неважно, кто его убил. Задание выполнено. Теперь пора отсюда сваливать. Сейчас реданцы набегут. О, первая путная мысль от тебя, походу, за всю игру. Какая разница, Татуре? Они же хотели его убить, вот еще потом. Или хотели, типа, яйцами своими на стол выкладывать любой, короче, кафешке. Говорит, я Барда Давида завалил, такие прям яичищи, короче, на два стола. А теперь некому вываливать все лохи. Кто плачет? Что случилось? Ну, что там? Получилось? Ну, типа того. Получилось, получилось. Но все пошло не по плану. Ладно, потом расскажем. Сначала надо выпить. Это само собой обмыть. За Тимерию! Точно! За Нордов! За все подряд! За Тимерию, сука! За Тимерию, что? За Тимерию. А что там? При чем тут не рано ли праздновать-то? Новый виток партизанской войны против Нильфов? Нет. Война только что окончилась. Как так? Я о чем-то не знаю? Я бы сказал, да. Видишь ли, завтра в полдень командующий группой армий Центр подпишет договор от имени Эмгыра. Условия договора оговорены с Дейкстрой. Чего? А мне что-нибудь кто не сказал? Когда тебя поймали тролли, ты... Да. Я возвращался с переговоров. Эмгыр получает Айдирн и Лирию. Из Тимерии он выйдет. В обмен на голову Родовида и прекращение партизанской войны Тимерия станет вассалом империи. С самоуправлением. С собственными судами, администрацией и войском. Серебряный Лилий расцветут в лучах великого солнца. Будь я поэтом, я бы сказал как-нибудь так. Это хорошо или плохо? Я чё ж не пойму. я что скажу просто. Другого выхода нет. Но ты рифмуешь-то прям как бог. Я бы даже так сказал. Смотри, поэт, нет. Ну-ка всё, давай рассказывай. Вы не сказали мне всей правды. В этом отношении да. Мы же знаем у тебя аллергии на политику. Вот и решили напирать на судьбу чародеев. Тогда конец кончал бы всё так просто. Всё кончить сразу. Чтоб одним ударом всё завершалось и кончалось здесь. Нормально у тебя речь. Давай, дальше продолжай. Спектакль нам показывает. А чё это под твоим-то? Как? Не об этом мы, сука, договаривались. Это правда. Вместо этого мы настаивали на сомнительной независимости одного государства. И чтобы восстановить её, мы отдали Эмгиру едва ли не все остальные королевства Севера. И самое мудрое решение. Так не годится. Двуличный ублюдок. Я этого не допущу. Вообще, как раз ты, Роше, должен понять, что у меня нет выбора. Почему я это должен понимать? Потому что ты тоже патриот. Геральт, это тебя уже не касается. Ты можешь идти. Удачи тебе на пути и всё такое. В смысле? Ты не убивай их. Попутал, что ли? Я не позволю тебе их убить. Ох, беда. Тогда ты умрёшь вместе с ними. Вот ублюдок. Ну ты посмотри на него, а. Сука какая. Куда вы лезете-то, алё? На. Эй, хорош, пацаны. Одумайся, говорю тебе. Да и ядрить твоё. Во. Кто там ещё? Иди сюда. Прощай. Следующие. Во. Арбалетчик херов. Давай добивай его. Во. Да я тебя сейчас махну, дурак. Научись мечом сначала махать. Порежешься ещё, дурачочек. Прощай. Кто там ещё? На-ка. Эй, алё. Во. Так, а это... А, это Рошен. А, ты сам ещё тут тоже, что ли? На, собака. Ой, его не берётся. Нихера себе спокойно. Ну-ка, давай-ка я его поджарю сейчас. На. Добивай его, добивай, пацаны. Я его жарю, вы бьёте. Я жарю, вы бьёте. Давай, на. Вот такая прожаренная обдвивная получилась. Я жарил, а не били. Я жарил, а не били. Нормально. Вон, кусок мужика валяется. А теперь-то чё? Чё, и все живы. Это ещё не конец. Завтра Нильфгарцев должен встретить посланник. Не сомневаюсь, что Диэкстра приказал его убить. Этого допустить нельзя. Прости, но я не могу, я... С тебя политики достаточно. Понимаю. Когда всё закончится, приезжай в Вызиму. Тебя примут с почестями. Прощай, волк. Счастливо. Я так понял. Они всей толпой, короче, обманули меня. Их всю толпу, короче, обманул Диэкстра. Ну, нормально. Лошары, чё поделаешь. Просто с самого рождения лошарами были. Ааа, нет. Нам надо с вами как-то отсюда выйти. Встретиться с Рис. Вот. В полночной рыночной площади. Наконец-то мы дошли до этого задания. Будет вас много. Опа. Бутеры. Вот, ребят, перед смертью решили бутеров пожрать. Ну, что вы... Как-то надо было серьёзнее думать-то. Эф-пятка. Так, сколько тут? 57 шагов. Нормально. Опа-оп-оп-оп-оп. Не понял. Ядрить-то это стоит, наверное, в районе полмиллиона долларов. Это же мазня. Мазня-то нынче очень дорогая. Чё стоишь-то? Замёрзл, что ли? По-моему, погрею. Наконец-то. Что будем делать? Ты займёшься страшно? Кто-то бежит. А я? Мне лучше не показываться. Они могут меня опознать. А перед кем тебя опознавать-то? Всё вроде как бы. Мы тут всех поубивали. Так, разобраться со стражей. Ну, пойдём. Эф-пятка. Нельзя. А-а-а. Здорово, пацаны. Чем она провинилась? Тем же, что и все. Хиродейством и сношательством с суккубами. Говорят, она Родовида хотела соблазнить. Но он её раскусил. И показал, как у нас относятся к изменникам. Уходите. Возьми своего друга и пойдите погуляйте. Наверное, мы заслужили перерыв. Ну, я давно вам говорил, что вы вообще, росты не щадя себя работают, сутками стоят. Ну, вы чё, ребят? Надо отдыхать. Как она её сняла, мне интересно? Я заберу её в безопасное место. Ты ж хранить её собралась. Тебе помочь? Тебе точно не нужна помощь? Не утруждайся. Ладно, не буду. До свидания. Как моё дело предложить? Да как она её сняла-то? Подожди-ка. Она её кондитетом нажмила. Да, это самые первые сиськи в игре, между прочим. Если кто-то забыл, то это такая. Вроде как. Да, по-моему, самые первые сиськи в игре. Мылась она сидела, а мы, собственно, это... На огонёк не заглянули, как к ведьме, которые боялись, крестьяне, селяне и все там подряд. Окей. Теперь нам осталось помочь Йенниферу освободить коктейльчу, который Маргарита, и собрать полторы тысячи опыта. Как бы я бы... Это бы... Мы бы как бы... Ну, наверное, мы бы... Наверное, полторы тысячи же хватит нам, наверное. Чё бы нет-то? За квесты с Йенниферта, наверное, нам хватит. Тем более, нам потом ещё будет последнее собрание перед последним походом, предпоследнее собрание, там тройной совет, четверной обед, там все дела. И нам, наверное, всё-таки удастся набрать полторы тысячи. Если нет, ну уж, я не знаю, ну просто побегаем, побьём лошадей. Как-нибудь наберём, потому что, ну, 34 уровень-то надо, ну, прям доспехи-то надо. А чё она в борделе-то сидит? Куда ты, эй? Турничок, слази нахер. Разобьёшься. Во. Так, и где она? В бордель пошла. А, вот и. Ты как-то неритмично танцуй, женщина. Ну-ка, брысь со стола нахер. Музыка гораздо быстрее, чё ты как плесень какая-то тут растёшь? Надо побыстрее, надо... Ну и пишь, и всё. В этом же время я с таким же успехом могла бы пить по-моему. Ну и чё, что не пьёшь? Сым лириком ты всё придумал или цири? Отстань. Лекцию об ответственности можешь пропустить. Я собиралась продекламировать хвалебную оду в твою честь. Ну если ты не в настроении... Ну ладно, врать-то. Чё ты тут делаешь вообще? Что ты делаешь в этом прекрасном месте? Скоро узнаешь. Лучше скажи, что с Филиппой. Жива, здорова, слепа. Да, он тебе хочет типа это как его, да? Помочь что-нибудь об этом беглеце? Стража со всего города. Ты думаешь, ему можно доверять? Сейчас узнаем. Он как раз пришёл. Второй герой, смотри. Эх, бляха, борт бы белую ему. Эй, давай меча, вот, трёх, тот переводил по-либо. Сам седой, борода чёрный как-то неправильно. И он перекрасился. Похож на какого-то бомжа. О-о-о, хе-хе-хе, что у тебя с голосом? А? Лучше его догони. Да нахер он мне нужен? Чё, бегать тут за стариками за какими-то? Стой, беглец! Стой! Вот нихера тебя щемит босиком, смотри. Эти люди уже совсем одичали. Да я тоже думаю, вообще обнаглели. Да подожди, беглец, алё. Беглец, стой! Эй! Куда собрался-то? Не ожидает прогулка по крыше. Да никаких прогулок. Я думал, ты с ним договорилась. Я сказала, что я его нашла. Да, тут претензий нет. Пустите меня. Спокойно. Нам надо поговорить. А потом, стилет под рёброй в канаву. Да нахер ты нам нужен? Разве мы похожи на бандитов? Похоже, на самом деле-то. Не очень-то. Вот именно. Кроме того, ты для нас гораздо ценнее живой, чем мёртвой. Значит, вы меня не тронете? Нет. Да нет. Просто расскажешь нам кое о чём, а потом пойдешь посвоясь. Ну, коли так, будь по-вашему. Только давайте-ка вернёмся в хромоножку, чтоб на улице не стоять. А это правильно. Так сказать, за стаканчиком тёплого чуяку мы обсудим, как удалось сбежать оттуда старику. Прямо вот тебе. Чего вы хотите? Попасть в Дейру. Идите к охотникам и скажите, что практикуете чары. Тот же там окажетесь. Вы должны это сделать так, чтобы никто не заметил. Расскажи, как ты бежал и пойдёшь своей дорогой. Так, давай-ка, как ты бежал? На ногах или как? Ну, хорош. Ну уж, так, а каналом-то можно пройти, нет? Значит, теоретически мы можем войти тем самым путём, которым ты вышел. Если только нам не помешают разлагающиеся останки. И если вы протиснетесь через решётку, после моего побега проход к реке закрыли решёткой. Решётки можно взорвать. Чтобы нас услышало полгорода, у меня есть мысль получше. Аксенфурд построен на эльфских руинах. А те, в свою очередь, наверняка где-то соединяются с каналами. Если мы найдём проход, то проникнем внутрь тюрьмы. Да, нормальная идейка. Страж чего? Кажется, Дэйра охраняется лучше, чем крепость Викаваро. Они набирают стражу из охотников за колдуньями. Худшие отбросы. Дикие фанатики. Вы бы видели, что они с людьми вытворяют. Каждый день пытки, колесование. Покой был только в празднике, когда они напивались до беспамятства. Им можно пить на службе? Вроде нет, но сами знаете, как оно бывает. Конечно, скучно же сидеть-то, чего нет-то? Видишь? Ничего страшного. Теперь бухая, мы пошли. И еще, совет напоследок. Смени Качеву. Здесь все знают, кто ты такой. Спасибо. Что бы вы ни задумывали, надеюсь, у вас получится. Мы тоже. Бывай. Какой добрый, да? Ей, пожелал, всё нормально. Так, ну и чё? Он как бы вещи там про стражников. Говорю, уж напоримся, да и всё. Да, они прям тоже как я. Золотан-то может, Золотан такой. Золотан тот еще бухарь. Так, пойдем попросим Золотана о помощи. О, уже две соточки есть, осталось совсем маленько. Пойдем к Золотану, скажем. Золотан, мать твою, ты же умеешь бухать. Помоги нам набухать стражников. Он их набухает, и мы всё спокойно, вообще даже ни с кем не дерясь. Просто туда бежим, да нет? Просто быстренько выхлестнем всех и заберем оттуда эту коктейльчику. Так, а мы бежим в этому ключику, в его бордель. Который не бордель, на самом деле, естественно. Лютик же не занимается проституцией. Это какой-то кабарышка. О, вон там такие же танцуют. Золотан по-любому должен знать. Золотан всё знает. Он, Золотан, парень про жареный, та ещё про ныра. Пошли со мной. Ну-ка давай, помоги мне. Маргариту держит Делли. У нас есть план, как её оттуда вытащить, но нам понадобится твоя помощь. Что делать? Погрузи на телегу столько Махакамского, сколько сможешь. И езжай в Оксинкут. По сигналу, Йеннифер, ты пройдешь мимо ворот тюрьмы и угостишь стражников. Тут вот какое дело. Как чародеи в городе перевелись, охотники взялись за нервы. Да мы знаем. Краснолёт, который путается у ворот тюрьмы, только внимание привлечёт. Верно, я и не подумал. В таком случае пойду сразу к Йенну. Она обещала найти вход в руины под городом. То есть провалилась, да? Ну ладно. Спасибо за беседу. До свидания. Просрали. Плохо. Теперь трезвые стражники стали гораздо... Ох, нищера сколько бежать-то. Трезвые стражники-то они гораздо сообразительнее, гораздо опаснее, чем пьяные стражники. Это херовенько всё. Всё, так, надо где-то выйти. А он сюда же и ведёт. А как же так? Родовит, родовит. Мы же его убили. Почему они до сих пор себе не пересорились там, не пересрались за власть? Там кто-то один говорит, я так хочу. Другой говорит, я так хочу. Как-то это неправильно. Должно же уже там всё. О, сука, мой трон. Там нет, моя корона. И они спокойно что-то продолжают подчиняться мёртвому королю. Нелогичные люди. Здорово, Аксинфуртиц. Не шали, стоять. Я, как скажешь, я не буду шалить. А ты куда собрался, братец? В тюрьму. Тебе что за дело? Ты находишься в зоне военных действий. А мы тут военный налог собираем. А мне кажется, что вы наводку собираете. Интересно, будешь ты такой же дерзкий, когда мы тебя обвиним в шпионаже? Хлоти и не болтай. Дурак, что ли? Пошёл ты нахер. Я не дам вам ни гроша. Я же говорил, он шпион. Мы тебя арестуем именем доброго короля Родавида. Не доброго, а мёртвого короля Родавида. Поняли? Так сразу надо отправлять, чё ты им тут? А ты, ведьмак, не крути здесь. Спасибо тебе, кастрюли, вообще выручил. Спасибо, прощайте. Он, по-моему, уже не пирас ко мне подкатывает. То Айдикстер тебе привет, то ещё чё. Суки какие. Эй, дурачки. Ну, дурачки, ну реально дурачки. Тут всё, давай всё соберу, нахер, пригодится. Просто, ну, если вдруг, хотя бы бумага будет. Мало ли что случится там в этой тюрьме. Страшно всё-таки. Опа. Не блюй, не блюй сюда. А, здесь я, пойдём. Нашла вход? Даже несколько? Ближайший в колодце, недалеко отсюда. А ты про помощь договорился? Мы сами справимся. Начнём. К делу. Начнём. К делу, ёпте. А нельзя было сказать, что как бы Золтан отказался, потому что там все дела там. Я не знаю, ты проходил в развалину, ты поставили там старый. Говори прям при них. Не знаю. Ты такой верен? Говорит при стражниках про стражников. Всё, чтобы стереть память о бельфском прошлом города. Даже если кто-то помнит, что рули не существуют, никто не знает, куда они простираются. Тем более, никому не придёт в голову ставить там стражу. Надеюсь, ты права. Ты можешь побыстрее ходить, Йеннифер? Ты прям еле чапаешь. Включи вторую скорость, чё ты как... Иди быстрее. Здорово, лучник. Риданский солдат, ты что прям... Опа. Здорово. Да не шалю я, чё ты. У меня вообще начальник стражи в этом... На побегушках бегает. Я готов. Ты первая прыгаешь. Я на тебя, чтобы помягче было. Ещё недавно колодец был закрыт камнем. Согласно Эдикту и иерарха Хемельфарта, изданному больше десяти лет назад. Но я нашла пару сильных и отзывчивых прохожек, которые за небольшую плату любезно согласились убрать валун. Держи. Что это? Воспользуйся этим, когда найдёшь Риту. Так я смогу понять, где именно ты находишься. А ты типа не полезешь, ты чё, чё, эй? Ты не пойдёшь со мной? Продираться через руины и каналы я предоставлю специалисту. Ясно. Ты предпочитаешь прийти на всё готовое. Сучка. От, сучка. Да вот и я про то. Вообще прям сколько можно-то? Мокнешь и мокнешь, мокнешь и мокнешь. И никакой отдачи! О, красота. Обыскать развальны. А куда мне? Туда? Здесь, наверное, много врагов будет, всякие какие-нибудь накеры, херакеры, кто-то ещё в таком говне-то обитает. Да, прям эльские развальны. Давайте нажмём, короче, F5. Вот так и одним глазком глянем, что там нас ждёт. А там нас ждёт пустота. Здесь, собственно, по-моему... Нет, там тоже пустота. Продолжим в следующей серии спасать Риту Маргариту, собственно. Ссылка на плейс в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. На второй канал тоже подписывайтесь. И всем до встречи в следующей серии, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.